Это не вершинный граф, а вершинный граф, это вот те точки, про которые у нас идет речь в теории. У нас есть этот самый граф, чтобы узнать количество его, а его вверх, так, опять проблема, да, количество точек В, и в теории у меня там тоже используемо В, но совсем не в том смысле, ну ничего, справимся, мы правильно поменяем. Итак, чтобы узнать количество ребер, что я должен сделать? Давайте подумаем. Вот когда у меня есть вершинка, из нее выходят эти самые ребер. Вообще-то, почти всегда они выходят в вершинку, но бывают ситуации, когда они выходят туда. Когда они уходят в бесконечность. Возначали? Каждая инциденция, это факт, что через точку проходит прямая. Ребята, чтобы подсчитывать количество ребер, я должен взять удвоенное количество инциденций, потому что вот из этой точки, и она лежит там в прямых, значит, входит число 2 в инциденции для ее, а соответственно степень у нее 4, удвоенное число инциденций, и не забыть, что некоторые из них уходят в бесконечность. Но я могу точно сказать, сколько уходит в бесконечность. Сколько? У каждой прямой сколько лучей в бесконечность? Два. Два, правда? Значит, я должен вычесть два ребера. Ну и по нашей формуле пола мы делим. Господа, это же счастье. У меня есть точная формула для количества ребер этого грамма. Значит, я пишу, что количество этих самых пересечений, а пересечения такие точки, оно точно не больше, чем L на L-1 пополам. Оно по тому неравенству, оно больше или равно, давайте соображать, чего? Там написано в кубе количество ребер. Ребер это I-2, как я пишу, I-L. I-L в кубе разделить на 64, так, V в квадрате. Роль V меня играет в V. Так, отлично. Отлично. Неприятное замечание. Если F больше или равно 4V. Давайте я это сейчас пишу. Так, а что такое у меня R? R это I-L. 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 То есть I-L больше или равно, чем 4. Больше или равно, чем... Чем что? Чем 4V. Вот. Так, пожалуйста, сравнивайте и попытайтесь это понять. Это совсем не просто. Если у меня выполненное условие неравенства, которое мы доказывали, то есть если количество ребер в графе больше или равно, чем 4V, то количество пересечений не меньше, чем количество ребер в кубе. И по стандартной формуле посчитал. И я написал неравенство, что количество пересечений не больше, чем L. Отлично. Теперь давайте сделаем так. Ясно, что это я оценил как L квадрат. И теперь нужно отсюда P квадрат поднять. Получится такое неравенство. L в квадрате P в квадрате, умноженное на 32, кубический корень из этого, больше или равно, чем I-3. Господа, это то, что мне нужно было. Это в точности то, что мне нужно было. Потому что здесь L в квадрате P 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 в квадрате P. А тут все дело в том, что это неравенство я доказал в таком случае. Если I-L больше или равно, чем 4V. Ну хорошо, а что значит, что это неверно? Это значит, что I-L меньше 4V. А что значит I-L меньше 4V? Значит I меньше, чем L плюс 4V. Господа, я доказал, что выполняется одно из двух неравенств. или I меньше или равно, чем кубический корень из 32L в квадрате P в квадрате P в квадрате P. Или I меньше, чем L плюс 4V. В любом случае, вот это и как раз. Ну, константы, значит, что нужно подобрать к константам? Константа должна быть, во-первых, не меньше 4V для того, чтобы дать мне вот эти вот 4V, да? И она должна быть не меньше, чем корень кубический из 32L. Ну, наверное, из 4V не хватает, да? Потому что 4V больше, чем корень кубический из 32L. Значит, ребята, у этой роли 2C может исполнять и 4V. Ну, сейчас это не так интересно, потому что, повторяю, наука в этом месте умеет получать константу больше, чем я. И это... Ваурук меньше. Ну, ваурук лучше, чем я слушаю. Главное, мы с вами действительно показали, заметьте, использовав вероятностный метод, Ту теорему, которую Шкредов нам рассказывал в прошлый раз для случая никакого произведения, мы ее сумели доказать в общем виде при помощи довольно такой симпатичной конструкции.